Доброе утро, дорогие друзья. Четверг, недельная, глава, дворим. Насколько проще было раньше человеку? Что-то сделал не так, совершил грех какой-то, шел в храм, видел явное божественное присутствие, сомнения отступали, он видел, что у мира есть хозяин, приносил жертву, они искупали его, и он счастливый шел домой. Представляете, идиллия. Храм разрушен, благодаря тому, что даже это нам не помогало. Вот Рамбам написал, что в дни, когда нет храма и нет жертвы искупления, единственное, что нам остается, это раскаяние. Так написал самый, так сказать, ну, наверное, человек, на котором 90% всего, что мы учим, идет от него. Написано, что когда человек раскаивается, его раскаяние принимают, то даже тот, кто всю жизнь грешил, под конец становится, ему не воспоминается ни одно прегрешение. Представляете, какой потрясающие возможности открываются для человека. Надо понять, почему мы все время говорим, вот это раскаяние, согрешил, все. Грех и наказание всегда связаны между собой. Пожалуй, самым верным определением греха будет такое. Грех – это действие, которое влечет за собой наказание. Наказание существует только потому, что существует грех. Не на что обижаться нам. Мы действительно во многом хозяина своей судьбы, но не во всем и не всегда. И главное, вот, надо помнить одно правило. Если ты веришь, что можно испортить, верь, что можно исправить. И тогда ты иначе будешь смотреть на все происходящее. Надо стараться искать, где сделать добро, где сделать хорошие дела, где еще что-то, пусть не до конца я понимаю для чего, но делать и делать и делать. Рэбб любил цитировать такую из книги Сифрей, где говорится, что у человека выпала из кармана монета. Ее нашел бедняк, которому это помогло и спасло жизнь, может быть, даже. Считается, что человек дал сдаку, хотя он, может быть, даже и не знал, что потерял монету. Почему? Вдумайтесь, почему. Потому что в иудаизме имеет значение не то, что вы говорите и обещаете, а то, что вы делаете на самом деле. И человека оценивать не по словам, а по поступкам. Как сказано, главное, это что? Действие. Понимаете? Потерял монету, человеку помогло, тебе защитывается на небе, как будто бы ты совершил хороший поступок. Насколько же надо искать этот поступок? Что за причина такая, по которой надо немедленно работать над собой? Потому что иначе можно проморгать свое счастье, проморгать. Вот ватарейный билет, который лежит у вас на небесах. Он предназначен вам, вы можете его пропустить. Надо вдуматься и понять следующее. Гроша шана. Каждый получает благословение от Всевышнего на целый год. Это благословение находится в духовных мирах, в потенциале. И самостоятельно не спускается в наш материальный мир. Это благословение здоровья, счастья, заработка, там, все, что необходимо человеку в нашем маленьком мире. Чтобы его получить, надо создать необходимые условия. То есть создать в себе духовный сосуд, который может воспринять вот эту браку. И трансформировать то, что необходимо для человека, для его материальных потребностей. Если человек в течение вот этого года, в течение дня не создает этого сосуда, не развивает себя, не делает каких-то хороших, подложительных вещей, то посылки нет адреса, то благословение останется в потенциале в духовных мирах. Хатабыч, старик Хатабыч, кто считал, да и тот волосико выдергивал. Нам надо что-то делать. Рамхаль говорит, что человек не просто соединен со всем творением, но наделяется силой воздействия на творение. Успех не у всех одинаковый, воздействие напрямую зависит от сил души. То есть опять же развивать силы души. Когда человек качается, он снова поднимает больше вес. Когда он развивает душу, его душа может больше вместить. Не бывает такого, чтобы просто свалилось и все. Не зря сказано очень важные слова. Вкусите и увидите, что благ Господь. А как можно вкусить? Наколоть на вилку и отправить в рот? Нет. Что это нужно? Это нужно делать другими духовными инструментами. Вкушают душой, вкушают сердцем. Пониманием того, что без него все было бы бессмысленно. Когда говорят, что утром надо благодарить за все. В первую очередь, за что надо поблагодарить? Подумайте себе. Говорят, что за то, за это, за детей, за здоровье, за... Не знаю. Не так. Самое главное, что спасибо тебе за то, что ты есть. Потому что если бы не было системы, при которой есть хозяин мира, при том, что этот мир переходной и так далее, тогда мы все бы находились в какой-то безысходной, жуткой ситуации. От рождения до могилы. И все это непонятно зачем. Спасибо тебе за то, что ты есть. Что ты даришь нам этот мир. Спасибо тебе, что я проснулся. Спасибо, что у меня есть возможность подготовиться к следующему миру. Спасибо, что я... И спасибо, спасибо. Начинается спасибо, что ты есть. И вот когда ты понимаешь, что надо сказать спасибо Богу за то, что он есть, вот тогда ты идешь верной дорогой. Брахавы от Слаха всего самого-самого лучшего.